Дубль 2. Первое видео было у меня про верхние шкафчики, что я там расположила, что где положила. Вот. А второе видео у меня пойдет о нижних шкафчиках, потому что видео получалось слишком длинным, поэтому пришлось разделить. Здесь у меня в углу под верхним ящиком стол. На столе, как я уже показывала в предыдущем видео, вот так все расположено. Внизу у меня здесь находятся продукты, то есть все макаронные изделия, сыпучие продукты, томат вот новый, приправа, вот целая чашка квадратная, вот это все приправы. Ну, я, как сказала уже выше, что я приправами сейчас перестала пользоваться, только перец, черный лавровый лист. Единственное, что я могу взять. Остальные все приправы у меня лежат. Консервация, консервы, кукуруза у меня там, оливки где-то, рыбные консервы стоят. Здесь вот у меня вырезали, видите, правда сильно что-то они разошлись так. Заднюю стенку в шкафу, там кран на газ и счетчик, мне показания, чтобы списывать. Поэтому сильно, конечно, много они вырезали. Я не видела, как они вырезали, так бы, может быть, успела бы спасти кусочек задней стенки. Так, вот здесь вот так у меня расположено. Дальше переходим. Ну, здесь, естественно, госплита стоит. В госплите ничего интересного нет. Теперь здесь идут ящики. Они довольно-таки, видите, какие широкие. Необычные, нестандартные. Верхний ящик у меня идет с доводчиком. Он так тяжеловато открывается. К нему нужно пристроиться, приловчиться. Здесь у меня все простелила я обоями. Там мне на дне обои. Вместо газетки обои постелила в этот раз. Здесь у меня в верхнем ящике все самое необходимое, чем я пользуюсь прям часто. Это и овощечистки, и лопатки, и картошку толочь. И вот ложку, которую я постоянно пользуюсь, если что-то варю в казане или в сковородках, чтобы не поцарапать. Это и подложницы мои любимые. Я прям постоянно с ними. Я без них вообще никуда. У меня их несколько штук. Здесь почему-то только одна лежит. И картошку чистить. И вот такая вилка у меня. И на миксер венчики. И чеснок, и вилка, и открывашка. Ну и, естественно, ложки и вилки. Эту штуку я покупала новую. Она, видите, больших размеров. Потому что у меня в этот раз ящик в этом гарнитуре. Довольно-таки большой. Поэтому маленькая моя ложница просто здесь утопла бы. Ну, я ее тоже приспособила. Сейчас покажу, куда. Ящик с доводчиком. Поэтому он вот так вот немножко не до конца. И он сам заезжает. Второй ящик. Во втором ящике продолжение того же самого кухонной утвари получается. Вот у меня остальные подложки. Сынка к посуду. Думаю, вот эту вот, видите, маленькую поставила сюда. Ну, думаю, я ее отсюда уберу. Потому что она вообще вот в нее ничего не входит. Ничего в ней нет. Она слишком маленькая. Ни поварешки, ничего сюда не влазит. Это у меня для мультиварки ложка, лопатка. Здесь у меня вот щипцы, сеточки. Ну, то есть все кухонное. Что у меня? Лопатки. Пробочки от бутылочек. Вот такая шумовочка. Тоже с магазина Алиэкспресс. Здесь лопатка вот такая, вот такая деревянная. В общем-то, здесь тоже в этом ящике кухонная такая утварь. Так. Этот второй ящик, он идет поглыбже, чем первый. А третий ящик, он совсем глубокий идет. Он идет для тяжелой артиллерии, как говорится, для кастрюль. Здесь у меня кастрюли, ковши. Тоже проложила вот обоями дно. Ну, здесь тоже еще не вся посуда. Так только что. Что заложила пока. Пока вот так вот. Еще не все, как говорится, перенесла, не все переложила. Вот. Дальше в углу, естественно, здесь мусорный отдел. У меня мусор, ведро с мусором, там веник. Ну, в общем-то, вот такой вот отдел. Тоже на дно мы постелили линолеум. Остался от пола линолеум вот такой же. Постелили его туда, на дно, чтобы можно было где-то протирать. Тряпочка влажная. Дальше переходим к этому, к угловому шкафу. Здесь у меня длинный ящик выдвижной. Здесь тоже у меня и кухонная утварь, и терочки, и новые тряпочки, и новые губки. И трубочки дети берут, иногда пьют соки. И крышечки тоже в доброценине недавно брала, пластмассовые обычные крышечки. И вот упаковка с пакетиками. Одноразовые пакетики. Вот эти вот, все вот оно здесь вот лежит. Ну, как бы, тоже такой вот ящик. И без него вроде бы как никуда. Здесь у меня внизу две дверки. Здесь пойдет у меня, будет, не будет, точнее, есть уже чашки различные, глубокие миски, дуршлаг, клееночку старенькую какую-то нашла, постелила сюда пока временно, чтобы где-то что-то влажная посуда, чтобы это не разбухал ламинат. Ну, и внизу тут у меня крышечки от этих же чашечек зелененьких, маленький контейнер. Но тоже еще, как бы, не все заставлено. Ребята, я еще до сих пор в процессе, уже вот как в дни 5, как у меня кухня стоит, да, уже тут что-то заляпано. И я еще до сих пор в процессе, еще до сих пор до конца не могу переехать. У меня же, как бы, тоже есть другие дела. Я работаю. И то одно, то второе, то покушать, приготовить. Поэтому переезд у меня долгий. Ну, и последний угловой шкафчик. Здесь у меня внизу посоставляла все флакончики моющего средства, различные для духовок, для газплиты, для раковин. Здесь у меня, вот, Ваня купил крышечки такие в Галамарте. У меня на блестящей кастрюле сломалась крышка. Вот он купил. Теперь нужно как-то взяться, это дело сделать. И здесь вот такие крышечки железные, которые винтовые, тоже здесь пока вот так вот лежат. Ну, вот такой вот у меня рум-тур по моей кухне. Видео получилось очень длинным, поэтому пришлось разделить его на два. Смотрите, как отражается гофра в потолке. Кухня у меня сейчас идеальная. Просто вот обалденная. Думаю, вы тоже заценили. Ну, конечно, не без негативных комментариев. Естественно, написали, что у меня там и вкуса нет. И туда, и сюда. Я, конечно, благодарна таким людям, хоть за такой комментарий. Все-таки мне уделили время моему видео. Все-таки сделали мне просмотр. Спасибо им большое. Вот такая вот, ребята, у меня кухня. Вот такой вот у меня рум-тур получился. Пишите ваше мнение. Может быть, что-то куда-то лучше переложить. Что-то куда-то лучше добавить, убавить. Я прислушаюсь обязательно. Может быть, даже и сделаю. Так, как вы посоветуете. Просто еще столько много шкафов, еще как бы я прям теряла. Что как лучше сделать. Но как-то вот на данный момент у меня все выглядит вот так. Что где-то что-то не так. Может быть, посоветуйте, подскажите. Вот так вот у меня здесь на столе стоит заварка. Зубочистки, перец, соли, сахар и чайник. Здесь я фарш достала. Буду готовить, кушать. Еще что хотела вам показать. В нашем кухонном дизайне еще вот такая вот красота появилась. Часы, кухонные именно с ложечками, с вилочками. Ну, а не знаете, что хочу сказать. Они мелковаты. Но я, конечно, вижу. Вот Ваня говорит, я плохо на них вижу. А я вижу хорошо на них. Так что вот такой вот дизайн такой небольшой. Так красиво все в потолке отражается. Мне прям очень нравится вообще. Потолок замечательный просто. Гофра, смотрите, как красиво плестит в потолке. А люстра у нас тут сумасшедшее освещение. Вообще сумасшедшее. Вот такая вот у меня обновленная кухня получилась. Вот такой у меня рум-тур. Ребята, заценивайте, пишите комментарии. Что не так? Может быть, где-то что-то ваш совет выслушаю и восприму. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Давайте советы мне по поводу, что куда разложить. Может быть, что-то переделаю по вашим советам. Обязательно подписывайтесь на наш инстаграм. Там тоже много чего интересного. Там более свежие фото. Больше фото. Какие-то коротенькие ролики тоже там интересные есть. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До встречи. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»